Здарова, дружище, у тебя слабый ПК, хочется поиграть в RDR, лагает, ты все настройки сменил на минимум и все равно ничего не помогает, FPS скачет. Есть один небольшой лайфхак, небольшой гайд, который поможет тебе убрать траву, туман и так далее, так далее. Все, что не нужно для того, чтобы нагружать твое железо. Сам я этим не пользуюсь, потому что мой комп вытягивает, но если тебе, дружище, нужна эта информация, ты узнаешь это именно в этом ролике. У микрофона Готика, Сократ, погнали! В самой игре нам представлено огромное количество ползунков, которые мы можем использовать для того, чтобы оптимизировать свое железо, однако, может быть даже и этого недостаточно. И тут я тебе рекомендую зайти в папку документы, Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, Settings. Дальше ты, дружище, открываешь вот этот файл System через блокнот. И тут, в этом блокноте, ты ищешь в самом низу вот эту надпись. Grasslot. У тебя по умолчанию будет стоять единичкой. Если ты поставишь на ноль и просто выйдешь и сохранишь этот документ, то у тебя получится следующее. Значит, вот это видео с единичкой, а вот это видео с нулем. Таким образом, ты убираешь и туман, и так далее, и траву. Делать это для того, чтобы фармить лучше в PvP, это дело вкусовщины каждого. Я лишь предлагаю тебе оптимизировать твой компьютер, и чтобы ты мог все-таки хоть как-то насладиться игрой Red Dead Redemption. Хочу сказать огромное спасибо Алексею Котову, Виктору Попову, безусловно, Вовке SPB и Иваннекс64Рус, а также другие спонсоры, которые поддерживают этот канал. Всего 49 рублей в месяц, твой ник будет прекрасно зеленым на каждом моем стриме. За 250 рублей ты будешь эксклюзивом в нашем Дискорде. А за полторашечку я буду упоминать тебя в каждом ролике при каждой возможности. Так, ну а теперь, собственно, мы перейдем к настройке графика в самой игре, и перед этим я хочу рассказать пару лайфхаков, которые помогут вам при любом раскладе. Лайфхак первый. Вы можете убрать людей, которые играют с автонаведением, то есть играют при помощи контроллеров. Я уже говорил это ранее в своих видео, для этого надо нажать Escape, настройки, контроллер. Я понимаю, в основном не подключено, вы играете клава-мышь, но однако эти настройки работают только в контроллере. Мы нажимаем контроллер, и здесь мы меняем прицел с обычного на свободный. Это будет означать, что каждый раз, когда вы будете загружаться в какой-то сессии, там точно не будет людей с контроллерами. Иными словами, они не будут использовать автонаводку, ланкастеров, луков и так далее, так далее. Делать это можно в свободном режиме, точнее не в свободном, а в сюжетке. В сюжетке, то есть вы спокойно меняете, а после этого вы переходите в сеть, и эти настройки сохраняются для сети. Далее, основной момент лично моих настроек графония. Здесь стоит отметить следующий момент. Значит, играю я и стримлю, и играю я примерно вот на таких вот настройках графики. Оптимизация уже была в других роликах, однако вот хочется пробежаться дополнительно. Это настройки графики, которые фактически не влияют. То есть, если я захочу постримить или у меня будет просадка фпс, я уберу здесь с ультры на высокий, и вопрос закроется. А на что стоит обратить внимание? Во-первых, сглаживание MSAA. Если у вас слабая видеокарта, вообще отрубайте это нафиг. Иными словами, если у вас карта не 1080, а 1060 или меньше, убирайте MSAA. А, это самая востребованная, вроде бы кажется, фигня, но на самом деле это одна из самых востребованных по уровню потребления. Дальше, значит, здесь на что стоит обратить внимание. Если у вас выкидывает на рабочий стол с ошибкой FFF, или просто выкидывает на рабочий стол с какой-то ошибкой, не крошатчатаки, а именно с ошибкой, это из-за объемных эффектов. На практике они вообще ни на что не влияют. Разницу вы не увидите. Повышает качество отображения тумана и облаков вблизи камеры, на больших расстояниях, и освещение, такие как облака и так далее. Это все ни на что не влияет, однако, если это поставить на низко, больше ошибок не будет по FFF, короче, там хэштег много FFF. Таких ошибок больше не будет. Дальше, значит, самый важный момент, который стоит отключить, это качество физики воды. Оно очень много потребляет. И, безусловно, важный момент, это качество рельефных текстур. Здесь тоже ставите на низенько. И если у вас компьютер средней производительности, и вы играете на средне-высоких настройках, вот эти настройки стоит ставить на низко. Если вы и так играете на слабом компе, все убрали в минимум, все галочки, все тумблерочки на выключить, вырубайте траву, вырубите заодно туман, всякие эффекты, микрочастицы пыли и так далее, и вообще будет максималка, просто квадрат игра, как в Counter-Strike. Однако, почувствуйте комфорт, почувствуйте, я вам обещаю. Более того, ставь лайк, подписывайся на канал. Здесь говорят только-только самую свежую информацию по обновлению, гайдам и так далее.